МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обнинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгия Рузвая. И Дарья Человекова. Вот о чём расскажем сегодня. Жители Обнинска возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь». По многолетней традиции в День Победы в Первом Наукограде состоялся легкоатлетический пробег. В канун главного праздника страны руководители города встретились с ветеранами. На побережье реки Протвы прошёл субботник, цель которого привести в порядок любимое место отдыха горожан. В Обнинске состоялось открытие умной спортивной площадки. Обнинск вместе со всей страной отметил самую значимую дату в истории России – День Великой Победы. Память о тех событиях жива и по сей день. Возложить цветы и венки к вечному огню 9 мая пришли многие жители города. В этом году 78-ю годовщину Великой Победы Обнинск отметил скромно, поскольку в ряде регионов было принято решение отказаться от проведения традиционных парадов Победы и праздничных салютов. Калужская область не исключение. Помимо этого, по соображениям безопасности, по всей России было отменено шествие бессмертного полка. Тем не менее, в 9 утра у вечного огня прошла лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которую служили настоятели нескольких храмов Нукограда. Все дальше уходит события той страшной войны, но память о ней жива в сердцах людей. 9 мая – день, который навсегда стал символом героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою родину в суровые для страны годы. И эта страница в истории страны, опаленной войной, не подлежит забвению, особенно в сегодняшних реалиях. 9 мая – это святой для всех нас праздник. Это главный праздник в каждой российской семье. Маршал Советского Союза, полководец Победы, как-то писал, «Время не имеет власти над всем, что мы пережили в войну. А народ, переживший большие испытания, и дальше будет черпать силы в этой победе. И сегодня, когда наша страна снова доказывает право на жизнь, особенно остро ощущается связь поколений, связь времен. Наши ребята в специальной военной операции, защищая родину, продолжают героические традиции наших отцов, дедов, прадедов. Вечная слава погибшим, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей страны». Обдинцы в этот день пришли к главному мемориалу города, чтобы возложить цветы. Некоторые взяли с собой портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Другие приходили целыми семьями, почти в память защитников Родины. «Я поздравляю всех с нашим величайшим праздником, с Днем Победы. Очень большую цену отдал наш народ, 27 миллионов жизней. Сегодня мы чествуем наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны, блокадников, всех, кто прошел эти непростые годы. Сегодня мы поддерживаем наших ребят, которые находятся на специальной военной операции. Желаем их новых побед и очень ждем их домой. Еще раз хочу поздравить всех с великим праздником, счастья нам всем, здоровья и мирного неба над головой». Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в судьбах многих поколений. В одночасье были разрушены мечты, сломаны судьбы целых поколений. И память о том непростом периоде времени навсегда останется в сердцах жителей нашей необъятной страны. Мировая история не знала таких примеров бесчеловечности и жестокости, как и нет примеров подвигу, который совершили люди, вставшие на защиту Родины. Елена Филина, Кристина Забожко, Евгений Соколов, Обнинск-ТВ. Утром 9 мая многие жители города приняли участие в легкоатлетическом пробеге Обнинск-Стрелковка. Трасса привычная и бежали в День Победы как опытные спортсмены, так и новички-любители. Подробности в следующем сюжете. Начинать празднование Дня Победы со спортивного мероприятия у жителей Первого Наукограда вошло в традицию. Легкоатлетический пробег открывает День Празднования Великой Победы уже в 38-й раз в городе Науки. Одним из идейных вдохновителей такой славной традиции стал Александр Харитонов. Я же был не один. Это был комитет комсомолов ВИИ. Организовал вот с тех пор и бегаем. Удачи всем на дороге, в лесу. Будьте осторожны, не запинайтесь. Бегите легко и быстро. Ура! Маршрут спортивного мероприятия остается неизменным на протяжении всего времени его проведения. Обнинск-Стрелковка. Стартует спортсмены от мемориального комплекса «Вечный огонь» в Наукограде. Преодолев расстояние в 25 километров, финиширует около памятника Георгию Константиновичу Жукову, который расположен на малой родине маршала Победы в Стрелковке. Проходит оно в большей части по пересеченной местности. Кстати, по пересеченке стали бегать не порядка 5 лет назад. До этого передвигались по дорогам, что составляло определенную опасность для спортсменов. Сейчас это пересеченная местность, берег реки Протва, живописные места, где в таком режиме спортсмены таким образом отдают дань памяти воинам, погибшим в Великую Отечественную войну. Ежегодно в мероприятии принимают участие немалое количество человек, отмечает председатель комитета по физической культуре и спорту. Порядка 200. В этот раз число желающих попробует свои силы пробежать 25 километров более 150 обнинцев и гостей Наукограда. Это одно из тех мероприятий, которое, я бы сказал, стабильно, где порядка 200 человек каждый год преодолевает эту дистанцию. Лимит участников ограничен в 300 человек, по понятным причинам, так как мы просто больше объем на такое расстояние не сможем обеспечить должную организацию проведения мероприятия, должную безопасность. Поэтому порядка 150-200 человек каждый год участвуют в этом празднике. Это очень приятно. Мы первые 9 мая примерно в 7 утра приходим сюда и уже много лет этот праздник открываем. Перед началом основной части спортивного мероприятия участники почтили память воинов, павших за мирное небо минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. А затем легкоатлеты отправились преодолевать маршрут, который не меняется уже на протяжении более 30 лет. Елена Фильна, Кристина Забожко, Евгений Соколов, Обнинск ТВ 5 мая в панорамном ресторане ТРК «Триумф Плаза» руководители города встретились с ветеранами Обнинска, чтобы поздравить их с Днем Победы и выразить безмерную благодарность от всех жителей за стойкость, мужество и героизм, проявленные в период Великой Отечественной войны. Такие встречи проводятся ежегодно. Эта добрая традиция заложена несколько лет назад, и ей следует неизменно. И в будни и в праздники мы не устаем выражать признательность героям кровопролитной войны, в которой наша страна одержала победу в далеком 1945 году. Современные воины равняются на своих прадедов, стараются сделать все возможное для восстановления мира. Я хочу сказать, что действительно война-то не закончена. То, что происходит сегодня, это продолжение нашей той великой битвы, которая была в период Великой Отечественной войны. Сегодня наши ребята на передовой. Я бы сказала, сегодня весь город на передовой. Потому что помогаем все, кто как кушает, кто сражается, кто собирает гуманитарную помощь, кто перечисляет денежные средства. Дети пишут письма, что является таким большим стимулом для ребят, которые каждый день рискуют своей жизнью. Слова поздравления адресовал участникам Великой Отечественной войны председатель Обнинского городского собрания Геннадий Артемьев. Дорогие ветераны, мне большая честь сегодня поздравить вас с великим праздником, с Днем Победы. И сказать самую глубокую признательность и благодарность за ваш подвиг. Вы прошли немыслимые испытания. Вы отстояли страну и подарили нам, нашим детям, нашим внукам право на жизнь. Минуты молчания почтили память тех, кто не дожил до победы, ушел в бессмертие вместе с однополчанами. Лучшие творческие коллективы Обнинска выступили с концертными номерами. Хор мальчиков «Лицея державы» проникновенно спел на безымянной высоте. Песни военных лет исполнил певец и артист Игорь Милюков. Ветераны всегда рады вниманию и общению. И эта праздничная атмосфера, безусловно, их порадовала. Елена Фильна, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Недавно на побережье реки Протве прошел субботник в рамках всероссийской акции «Вода России». Такие акции проводятся не первый год на берегах разных водоемов – в Калуге, в Малой Рославце, в Обнинске. Вот и в этот раз неравнодушные жители вышли прибрать берег реки. Решили разбиться на две группы. Одна начинала от городского пляжа и двигалась в сторону ангара подводников. А другая группа стартовала от ангара подводников и двигалась вдоль бетонной дороги и в направлении горнолыжки. В прошлом году с территории около Протвы было вывезено два контейнера по 8 кубов. В основном это последствия праздничных посиделок. Тогда над очисткой берега работало порядка 60 человек. Ну, это еще последствия осталось наводнение, которое было. Вот вода сошла, эта грязь осталась. И сейчас, конечно, погода по выходной налаживается, поэтому люди выходят на пикники и, соответственно, оставляют мусор. Ну, в планах у нас сначала сейчас мы убираем мусор, потом завезем сюда песок, сам пляж приведем в нормальный вид и посмотрим, скамейки покрасим, эти грибочки, которые уже полюбились людям, и, соответственно, кабинки, слава богу, у нас остались нетронуты по командалам. Когда объявили о субботнике, обнинцы писали в социальных сетях, что какой в этом смысл, если все равно в реке не искупаться, она грязная, и сбором пластиковых бутылок по кустам качество воды не улучшишь. У нас в рамках нацпроекта «Экология» сейчас разрабатывается уже второй год, как разрабатывается проектная документация по расчистке реки Протвы. Она затронет три муниципальных района, по которым протекает эта река. Общая протяженность предполагаемой расчистки 25 километров, и мы надеемся, что эти мероприятия гораздо улучшат состояние реки Протвы. Ну, конечно, безусловно, необходимо, чтобы и территории прилегающие содержались в порядке, ну и минимизировать сбросы загрязняющих веществ в водный объект. Расчистка по линии Росводресурсов, она направлена на улучшение именно экологического состояния водных объектов. Она включает в себя изъятие донных отложений, прежде всего, да, изъятие донных отложений, очистка прибрежной территории, очистка акватории воды от залежей топляка, потопленных старых деревьев. Галина Федулова подчеркивает, что чистые берега важны для состояния водоема. Порой этот аспект недооценивается. Мусор, который попадает с берегов в воду, загрязняет ее еще сильнее. Загрязнение пластиком – серьезная проблема сегодняшнего дня. Опасно это и для обитателей реки, и для людей, использующих эту воду, купающихся в ней. Так что прибранные берега – немаловажная составляющая чистоты водоема. Не так уж много времени осталось и до начала купального сезона. Открывается он 1 июня. Хотя в Протве и не рекомендуется купаться, люди все же это делают. И оборудованное для купания место в Обнинске только одно – городской пляж. Здесь дежурят спасатели, здесь есть раздевалки, здесь чистят дно перед началом сезона. Это первое мероприятие, ну, такое большое мероприятие по очистке территории городского пляжа. Мы еще будем завозить песок, постригать траву, косить и делать стенды информационные, разместим. Обследуем дно, расставим буйки. Заявку на водолаза мы отправили, они приедут, обследуют дно, чтобы жителям отдыхающим на территории городского пляжа было безопасно проводить здесь время в реке Протва. Сгоревший ранее вагончик спасателей восстановлен пока не будет. Дежурить планируют на автомобиле с 9 до 18 часов. Все необходимое в автомобиле есть, в том числе аптечка для оказания первой помощи, успокаивает Сергей Краско. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. Перед выходными состоялось торжественное открытие умной спортивной площадки рядом со школами номер 12 и 13. Что же такого особенного в этой площадке? Смотрите далее. Ранее стадион находился в довольно плачевном состоянии, строили его достаточно давно. Обновление затронуло весь объект, появилось футбольное поле с искусственным покрытием и прорезиненными беговыми дорожками, небольшая трибуна, волейбольная и баскетбольные площадки, а также комплекс для воркаута. Стало возможно обновление благодаря проекту «Бизнес-спринт» стоимость более 35 миллионов рублей. Так почему же площадка умная? Дело в том, что данное спортивное сооружение оснащено Wi-Fi на всей его площади, также на каждом из снарядов наклеен QR-код, переходя по которому вам система доступна и подробно рассказывает, как вы можете заниматься на этом тренажере, какие упражнения здесь можно выполнять. Дает рекомендации тренеров для спортсмена разных веса и возраста. Константин Олухов говорит, что в дальнейшем будет предусмотрена система, которая будет работать на вас лично. Сканируешь QR-код, вводишь свои параметры и система подсказывает, какие упражнения лучше выполнять на тренажере. Министерство спорта Российской Федерации по программе «Бизнес-спринт» строит достаточно большое количество вот таких умных спортивных площадок по всей стране. Этот процесс начался с прошлого года. Но вот в Калужской области эта площадка первая. И не случайно она первая в городе Первый, в городе Обнинск. Я вас всех поздравляю с этим событием и желаю, чтобы эта площадка никогда не пустовала, чтобы здесь занимались дети, взрослые, получали от этого огромное удовольствие, радовались занятиям физической культуры и спортом. Министр спорта вручил знаки ГТО юным обнинским спортсменам. Микрорайон, где расположена площадка, большой. Рядом две школы и зал борьбы спортивной школы Олимпийского резерва «Держава». Площадка будет востребована, а самое главное – доступна для всех желающих. Председатель Комитета по спорту говорит, что заявки на участие в разных проектах по созданию таких площадок в Минспорта Калужской области поданы. В городе еще много мест, где можно создать новый или обновить старый спортивный объект. В частности, упомянул Константин Олухов в качестве одного из кандидатов в 51-й микрорайон. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн ВКонтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания.